Салтовка, двор, общежитие, ветка акации, накрытая покрывалом. Именно на ней было затянуто по свидетельству местных жителей то ли веревка, то ли шнурок. А в петле сегодня, рано утром, висел молодой человек без признаков жизни. Ну он как бы не висел, он на коленях стоял и к дереву как бы голова прилегшая была. У грудика там три точечки красные были, ну коба, я сказал. Утром он ходил по шестого, я не мог смотреть на него. Ну, не милиция, я сказал, а так и так, а да нет, я смотрю, не могу, ну что это ужасно. Как рассказали местные жители, рано утром на месте трагедии была милиция. Проходили следственные действия. Труп правоохранителю ложили на землю, а по завершении следственных действий покойника увезли. Погибшему, по оценкам тех, кто утром выходил к дому, было 18-20 лет. Жалюзи одной из комнат, двери дома на первом этаже закрыты наглухо. За этой дверью в ночь перед повешением, рассказывают соседи, происходило нечто невообразимое. Лежу, я сплю и просто такие ужасные звуки, там типа кто-то кого-то лупась, я не знаю. Я думал, разнесу тут эту хату, нафиг просто. Связана ли ночная драка с утренней трагедией, должно ответить следствие. Пока же, как сообщили новости о МТН в милиции, среди основных версий повешения рассматривается самоубийство. По словам правоохранителей, на теле погибшего юноши не было никаких следов насильственной смерти. Виталий Лапскир, Владимир Борох, агентство телевидения новости.